мы не стали ничего говорить решили когда может точно подпишем все документы все ключи будут на руках и потом уже конечно живот можем вам рассказать тот самый хороший момент нашей жизни а пойдемте сразу с вами буду вам все показывает рассказывает если что-то я неправильно скажу есть будет меня поправлять будем вас знакомить с нашим новым гнездышком кто первый раз смотрит то не знает в общем это поселок элитной березки 6 очередь вот такие вот трехэтажные например напротив нас что у нас у нас нет придомовая территория она конечно же не большая но в любом случае она есть это самое главное здесь можно посадить цветочки красивые но мы планировали до поставить качелю здесь поставлю с краешку может мангал муж куда-то его прятать буду но и цветы хотим корневые здесь не вырастут сказали здесь глина и вот этот бетонный блок вот это да тоже хочу обложить плиткой поливочный кран я наконец-то до 1 для чего это нужно это когда мы это думал что фонарь не билась вот то есть получается у нас вот такие вот двери красивые он работает кстати продемонстрируйте нам да так здесь у нас четырехстворчатое окно красивая такое знаете прям панорамное мы сейчас еще покажем получается окна прямо от колена идут то есть высокие огромные панорамные окна мне как блогеру конечно же это очень важно все пойдемте пройдем получается внутрь здесь вся наша инженерная система не очень конечно автоматы здесь газовый котел у нас получается от газовое отопление правильно вот и в целом все вот эти коммуникации вряд ли вам это будет интересно но в целом то есть здесь все все здесь да и получается вот такой вот культ как он бобри лиди тети лиди маме моей известны у нее точности такой же они там в калининграде это под пол официально хранить нельзя но все хранят те же колеса хотя мне кажется они там осыреют возможно так что у нас здесь смотрите по идее на первом этаже у нас должен быть туалет мини туалет один короткий но вот у нас сейчас огромная загвоздка мы еще покажем потом дальше территорию квартиры но в целом то есть проект идет на первом этаже туалет просто один на втором этаже туалет с ванной и на третьем этаже тоже туалет с ванной три туалета конечно не нужно позже вам расскажем что мы хотим и будем у вас кухня будет угловая диван с телевизором то есть скорее всего телевизор будет наверное вот здесь на стенке висеть здесь журнальный столик такой навесной здесь диванчик а по идее здесь можно установить настоящий камень да древесной камень мы его засыпем керамзитом и закроем а здесь я стенку выровню окна посмотрите даже ниже у него колено вот подоконник посмотрите очень умные ручки то что мы делаем нажимаем и поворачиваем это от детей можно конечно же напроветривание поставить в общем по разному у нас получается приточная вентиляция на каждом этаже ну пусть пока проветривается окна здесь пленка на каждом окне вы не думаете что это что-то с окнами не надо ну что по карему будет делаться чтобы не испачкать не поцарапать на первом этаже у нас теплый пол проходит везде но в любом случае нам сказали что нужно туда поставить батарею для того чтобы конденсат не попадал на окна давайте с вами тогда пройдем на второй этаж лестница лестница да но лестница такой формы останется то есть она будет заходить с этой стороны разворот и потом еще раз разворот так вот мы поднимаемся мы поделись на второй этаж что у нас здесь у нас будет здесь спальня это чисто наш этаж у нас будет трехстворчатое окно то есть в принципе окна тоже выше чем в обычных панельных домах ну да подоходим где-то вот так должен быть ну где-то но все равно они больше то есть вот небольшой балкончик это все потом убирается это для комиссии для пожарной вот сверху вот решетка будет да вот она хруточная вентиляция тоже сбоку они на каждом этаже вот такой вид вот такой балкон здесь можно цветы какие-то посадить например с кашпотом вот окна так заходим смотрите рассказываю что здесь будет у нас вот здесь по проекте должен быть туалет с ванной он в принципе здесь и будет в любом случае то есть когда мы заходим вот по лестнице сюда выход в туалет с ванной правильно здесь будет в любом случае коридор стена для того чтобы подниматься на 3 этаж вот в целом здесь вот ничего сложного не знаю что еще сказать все да то есть стенка будет где-то где-то отсюда выйти вот так вот до конца и потом вот здесь еще стенка естественно с той стороны чтобы изолировать ванну с туалетом вообще по проекту вход в туалет с ванной с нашей комнаты потому что это чисто наш туалет с ванной по идее но все это хочет вход сделать со стороны коридора ну это все еще решаемо мы еще не понимаем что мы хотим где мы хотим и так далее пойдемте поднимемся на 3 этаж здесь также так вот мы поднялись это 3 этаж по размеру похожий там там или 1 но они все одинаковые и здесь будет 2 детские спальни варина 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 вот такая же балконная дверь и небольшое окно балконные двери достаточно широкие то есть света здесь будет достаточно и выход на балкон у нас с двух сторон сейчас тадам то есть здесь балкон получается совмещенный и вот такой вид уже с третьего этажа солнышко кстати у нас солнечная сторона получается после обеда солнце до вечера позднее да до вечера вот так да вот это по идее парковка и вот это это парковки это не пешеходные то есть машины надо ставить вот вот так вот а не вот так не но если у вас одна машина ставьте так ну люди его обычно заезжают носом вперед видите как сосед поставил и там просто здесь тоже идет туалет следовательно вот эта комната чуть-чуть будет меньше по размеру чем эта комната вот в целом для мальчика это не настолько критично вот еще страшно бродомнять Итак, что же мы думаем, что же нам сделать? Либо просто туалет гостевой на первом этаже и общий туалет наш и детей на втором этаже, правильно? Вместе с ванной. Либо на первом этаже сделать огромный гардеробный, а получается, если на первом этаже гостевой, на втором наш, то тогда вот здесь забрать под гардеробную, то есть в которую ты входишь и полки. Ну, обычно гардеробная. Так как если туалет на первом оставить, там нету нормального большого места под нормальный шкаф-купе. А здесь тогда забрать можно. Либо поставить большой шкаф-купе на первом этаже, на втором этаже туалет с ванной, ну как должно быть, да, по проекту. И тогда на третьем этаже у детей сделать душ с туалетом. А, третий. Да, вот, то есть как-то так. Нужно подумать. Дети готовы на любой вариант, лишь бы переехать, я не знаю. Вообще, по плану, вот она так и есть. Вот эта выемка, впадинка, наверное, даже даже дальше. Вот здесь делается вот так, где есть, да. Где тогда, где-то вот здесь вот так вот. И делается вот здесь дверь в туалет. Ну, в туалет с душем. А у Тёмки дверь получается вот здесь. Он ее открыл, вот у него комната. Ну, квадратуры хватает. У него, в принципе, комната была и в прошлый раз меньше, чем Варина, за счет того, что мы увеличивали план. Да, в той квартире. Вот здесь делается, да, стенка сплошная. Вот здесь, то есть здесь перила не будет. То есть, на первом этаже будет перейод на втором, а на третьем этаже здесь будет уже глухая стена, так как эта Варина комната. Да, у нее вход, вот здесь дверь будет межкомнатная. Она открыла и вот зашла. Вот это ее комната. Я хочу еще радиаторы развернуть вот к этой стене, где окно. В общем, как-то так. Можете посоветовать нам что-то. Пойдем, спустимся. Сейчас выключим, спустимся на первый этаж уже и обсудим. Итак, вот такая вот квартирка. Ну, на самом деле, возможно, по видео кажется, что территория достаточно маленькая по квадратуре, но на минуточку она намного больше, чем наша предыдущая квартира. И то там три спальни спокойно вмещалась. А тут, помимо трех комнат полноценных, будет огромная еще кухня-гостиная. То есть, на самом деле, намного больше места, чем в той квартире, в которой мы жили. Вот, поэтому как бы место нормально. Я к чему все это? Чтобы не было сразу таких вот места мало? Нет. Места вообще очень даже много. Не знаю, возможно, так кажется по видео, но в целом места много. Денис вчера. Итак, Денис вчера выставил в WhatsApp информацию о том, что мы купили квартиру, все поздравляли, ну, все здорово, окей, типа. Вот, но начали некоторые писать, а что так мало, почему так мало? Ну, то есть, ну, как бы три этажа, я не знаю, куда еще больше. Вот здесь вот двухэтажные, намного меньше по квадратуре. И начали такие не очень комфортные вопросы задавать. Это наша общая знакомая. Говорит, вы же хотели третьего. Денис молчит. Ну, что, есть какие-то проблемы по поводу третьего? То есть, она знает прекрасно, что произошло буквально вот там чуть больше полугода назад. И задавать вот такие неуместные вопросы. Я к тому, что у меня бы в жизни пальцы там не написали бы такую дичь. Я бы даже не думала об этом кому-то что-то говорить и спрашивать. Но вот такие неуместные вопросы в любом случае задают. Не то, что даже просто подписчики, а знакомые. Представляете себе? Это, ну, некрасиво совершенно такие вопросы спрашивать, мне кажется. Вот. Надеюсь тоже на ваше понимание. И я очень рада, что таких вопросов нам не задают. Вот, но в целом я очень довольна. И это самое главное. Так, мы пришли с детьми. Конечно, они здесь уже были в любом случае. Но вы посмотрите сейчас под вечер, какое солнце. Ай, это просто невероятно. А где это с мамой? Посмотрите, как солнце падает здорово от окон. Мы с нашим инженером, с председателем поговорили. Вот такие мужики, особенно председатель наш. Я подборно взрослый. Вы к себе, да? Все. Очень взрослый. Нам уже и по плану рассчитали, по лестницам. То есть у нас уже и представление есть. Да. То есть там инженер помог. Будем по факту потом вам рассказывать. Инженер сам спросил. У него оказывается у самого бригада. То есть он сам делает ремонты здесь, в поселке. Ну, скорее всего, обратимся по электрике. Да. Вот, смотри, Денис, просто весь этаж. Весь этаж солнце. Я сейчас покажу еще второй, третий тогда. Это второй этаж. Посмотрите, как солнечно. И сейчас покажу еще. Это второй, и сейчас покажу третий. Так. И третий этаж. Дети уже открыли балкон. Вот такая территория. Вы-то счастливы. Расскажите вообще ваши эмоции. У меня мозг даже сейчас не понимает, что мы купили. Пока еще нет такого классного понимания. Мы сейчас, наверное, начнем делать ремонт. Да? И вы начнете уже понимать. У меня мозг просто не запружается. А можешь, пожалуйста, сейчас выйти на улицу и сфоткать меня встретить? Хорошо, хорошо, сейчас. Я в любом случае сразу хочу сказать вам огромное спасибо за поздравления, потому что я уверена, что они в любом случае будут. Так что с вами мы начинаем огромный ремонт. Я очень надеюсь, что вы нас поддержите. Ну и так далее. В любом случае огромное-огромное вам спасибо. То есть вот такой наш домик. Трехэтажный. Это наше новое гнездышко, которое мы сделаем уютным. Вместе с вами. Да? Мы будем вместе с вами делать ремонт. И потом вместе с вами будем уже отмечать новоселье. Так что я с вами уже попрощаюсь. Огромное-огромное еще раз спасибо вам. И всех люблю, всех целую. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Переди нас вместе с вами ждет ремонт. Продолжение следует...